Всем привет, ребят, с вами снова Диана, и да, я наконец-таки дома после двух месяцев пропадания непонятно где, и в общем-то в этом видео хочу вам немножко рассказать, где я была, что я делала и вообще, что у меня происходило в жизни. В общем, с того, что видео, которое вы видели последнее на моём канале, было отснято примерно полтора месяца назад, и на то время я была в России. Если кто не знает, и кто только что присоединился к моей большой семье на этом канале, то я уехала из России примерно три года назад. И за эти три года все те друзья, с которыми я когда-либо гуляла, в итоге превратились в знакомых. И теперь, каждый раз, когда я приезжаю, есть максимум двое человек, с кем я могу нормально встретиться и как-то провести время. Помимо моей семьи, конечно. И поэтому мне всегда очень-очень скучно возвращаться в Россию, не только потому, что я живу в довольно-таки очень маленьком городе с населением 100 тысяч человек, но и потому, что из этих 100 тысяч просто всего лишь двое, с которыми я могу куда-то сходить. И то не всегда это получается, потому что те люди тоже, естественно, заняты чем-то, и да. В общем, была я в России буквально три недели. Первую неделю с половиной я что-то на самом деле делала, да, то есть я ходила там с мамой по документам каким-то, что-то мне нужно было делать. Я ходила, встречалась с друзьями, которым давно не виделась. Я ходила на свой выпускной, меня пригласили мои бывшие одноклассники. А остальную неделю с половиной я просто тупо спала и смотрела сериалы. Я не могла снимать днём, потому что у меня есть маленький братик, если кто не знает, и с ним невозможно снимать, да. А ночью я не могла снимать, потому что все спят. И то есть я просто не спала всю ночь, смотрела сериалы и днём спала, чтобы как бы не скучать дома. После такого времяпровождения у меня просто я слетела с катушек, я упросила маму свою, что, пожалуйста, мам, я хочу поехать в Сеул к своей подруге. И моя мама была очень-очень добра ко мне, и я в итоге улетела в Корею. Простите, пожалуйста, что я не снимала для вас так много, сколько я вам обещала, что не было видео таких, как я хотела, какие я запланировала у себя в голове и, в общем, на бумаге. У меня были планы на самом деле. Приехав в Корею, приехали именно в Сеул к своей подруге и к знакомым моим, которые там находятся, я поняла, что я не хочу ничего делать сейчас, что я хочу просто насладиться этим моментом, провести время с этими людьми, с которыми мне так интересно общаться, и мне с ними очень хорошо и весело, а затем уже вернуться в Пусан и начать просто вот работать, прям работать. Потому что, я знаю, я уже говорила вам миллион раз, мне кажется, но 2015 и вот этот вот конец 2014-го, начало 2015-го, этот весь учебный год был настолько для меня тяжелым, я никогда не испытывала так много стресса, так много истерик, так много всего вот этого. Настолько на то, что у меня испортилась кожа, как бы просто вообще вон. Я перестала нормально спать, я не могла нормально есть, мой вес вот так вот как бы туда-сюда шатался. И проведя этот месяц в Сеуле, не заботясь о том, что мне нужно сделать или что я буду делать, я смотрю в зеркало даже сейчас на себя и понимаю, насколько я выгляжу отдохнувшей, я выгляжу здоровее и просто приятнее, что ли. Не то, что симпатичнее или красивее, нет, просто я выгляжу как счастливый, здоровый человек, и мне этого очень-очень не хватало. Эти три недели были просто вообще незабываемыми. Я очень-очень рада, что приехала в Сеул пораньше, я очень-очень рада, что у меня было это время, чтобы провести с моей подругой и с другими людьми, которых я очень-очень сильно люблю и которые всегда будут возвращаться в Сеул. Я очень-очень безумно рада, и мне кажется, вы услышите это еще кучу раз, но эта поездка на самом деле дала мне понять какие-то вещи о себе, какие-то вещи о моих взаимоотношениях с другими людьми, и в общем я приобрела много очень всего хорошего для себя. После моего пребывания в Сеуле мне нужно было возвращаться в Пусан, и как раз в это же время у моей подруги был трехдневный, четырехдневный отдых, то есть у него в невере были каникулы, и я забрала ее с собой, и мы уехали в Пусан. За эти три года Пусан у меня стал настолько дорогим и настолько родным, что ли, городом, любимым моим городом у моря, и я была безумно рада вернуться сюда и вернуться к себе домой на свою любимую кровать, свою любимую комнату, где у меня все красиво украшено, где каждый просто уголок моей комнаты мне напоминает о том, кто я есть, и чем я занимаюсь, и чего я стою, и вообще насколько у меня все под контролем. Так что я поводила свою подругу по каким-то местам, мы ходили на пляж, мы ходили на разные музыкальные фестивали, и я была бы безумно рада, если бы она осталась еще, побыла тут недельку хотя бы, но она у меня ответственная девушка, не любит пропускать, вообще никуда не пропускаю свою учебу, поэтому она покинула меня и уехала, вернулась обратно в Сюр. На следующей неделе у меня в среду уже начинается учеба, я знаю, очень-очень рано, но вот такое у меня расписание немножко сейчас, и я опять-таки извиняюсь перед вами, что не было никаких видео, что я вообще ничего не выставляла, вообще пропала, как бы, да, без вести, ничего не выставляла в группу ВКонтакте, которая, кстати, у меня есть, если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Происходило столько всего, и я была во всем этом просто душой и телом, что я не хотела, чтобы что-то как-то, помимо того, что у меня сейчас происходит, мешало мне. Так что я надеюсь, вы меня поймете и простите. Я сейчас очень отдохнувшая, и мне вот не хватает того, чтобы меня кто-то подогнал к работе, поэтому, если у вас есть какие-либо предложения насчет видео, пожалуйста, киньте мне в комментарии внизу, либо киньте мне на Ask, если вы стесняетесь написать, не знаю. Но в расписании у меня выйдет скоро Q&A, и, кстати, вопросов осталось совсем-совсем мало, поэтому, если вы хотите что-то задать, опять-таки, пишите мне в Ask с хэштегом Q&A, все знаете. Еще я хотела сделать новую рубрику как Favourites, но... как-то назвать ее по-другому, но она уже выйдет, наверное, в сентябре, нежели в августе. Четвертое — это обычно мои такие вот разговоры-влоги, тоже все будет, потому что у меня есть немножко... несколько приготовленных уже заранее, которых я просто не сняла. Поэтому, да, я буду очень-очень стараться выкладывать для вас больше, потому что... на самом деле это очень странно, но очень много людей стало на меня подписываться, хотя я не выкладывала, опять-таки, на протяжении целого месяца, но если вы здесь, если вы смотрите, я безумно рада вас видеть, и, надеюсь, мы с вами подружимся. А сейчас мне нужно бежать, редактировать это, делать еще кучу других вещей, так что я вас очень-очень всех сильно люблю, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok